Уникальный документ Отец Алексий помогал бедным. Если где-то случался пожар у крестьян в окрестных сел и деревнях, он тайно даже подбрасывал, как говорится, приносил деньги погорельцам к нему. Если уже врачи отказывались помочь в исцелении, приходили к отцу Алексию Бацурманскому, и он исцелял. И вот эти исцеления, свидетельства, они сохранились из поколения в поколение, передавались. В 1913 году началась работа комиссии по канонизации отца Алексия. Была собрана большая папка с документами о жизни праведника, в том числе и его дневник. Работа была прервана начавшейся Первой мировой войной и революцией. Казалось, собранные документы были навсегда утеряны, если бы не чудо. В этом году из Москвы приехал преподаватель французского колледжа Александрина Вигелянская, дальняя родственница отца Алексия. Она приехала искать свои корни, как сейчас модно, популярно, по родословной. Работая в архиве, мы стали смотреть материалы и наткнулись на дело. Нас привлекло дело, документы о причислении к лику святых и иереи церкви села Бацурмана отца Алексии. Открыв папку, исследователи обомлели. В ней было собрано множество документов, которые считались утерянными. Сейчас место служения праведника территориально находится в Нижегородской области, поэтому в Ульяновске никому не приходило ума искать. Алексий Бацурманский был причислен к лику святых еще в 2000 году. И найденные документы помогут восстановить полную картину его праведной жизни, которая получает воздаяние и на небесах, и на земле. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.